И куда это мы собрались, Иркутагин? Ну как? Все, на завод устроился. Извините меня. Деньги на донат нужны. Да не сытый ракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня авангард и могучие пушки. Они мощнее, чем батоны у твоей подружки. Статку растишь и раков всех гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, заводик подождет. Что-то, братишка, ДСА Азаза пахнуло. Есть такое, Капитан Очевидность, но это только на первый взгляд. Приветствую вас, леди, гентльмены, другие подруги. С вами Иркутагин и Капитан Очевидность. И вот, клешни мои, добрались до новой снайперской винтовки. Барретт, номер, название, хрен запомнишь, их уже штук 100 в игре. И достаточно интересного обреза лупара. Потестировал я новиночки. И в целом остался доволен. Донатить не придется. Хотя бы потому, что я не снайпер. Начнем со снайперской винтовки. При ее анонсе и появлении на БТС, люди заговорили, Оу май, это же новая ДСА Азаза. Но я вам скажу, друзья, что это только на первый взгляд. А по своей сути, по геймплею, эта пушка скорее больше относится к болтовкам, нежели к фаншотным полуавтоматам. Тем здесь как ОВП. И в отличие от той же ДСА Азаза, слава тебе, господи, смена на пистолет абсолютно нормальная. Да и отдачи как таковой сильной здесь практически нет. И, кстати, прицел здесь практически стоит на месте, что шикарный бонус. Братуха, а чё это ты глушат на ней установил? Он не режет урон? Вот, капитан очевидность. Мы добираемся, друзья, до самого интересного. Уникальные модули этой пушки. Глушитель, который совершенно не режет урон. Ну это молодцом! Я бы даже сказал, за яйцом. Уникальные сошки, которые имеют два положения. В сложенном и раскрытом варианте. В сложенном варианте уменьшают покачивание прицела, которого, по сути, друзья, и так нет. И уменьшают отдачу. Я в основном использовал именно этот вариант по той простой причине, что не привык я за снайпера ложиться. Хотя, на самом деле, второе положение, а именно, когда сошки раскрыты, намного более имбовое. В этом положении, друзья, у снайперской винтовки повышается темп стрельбы. Да! Каким х**ом сошки на это могут влиять? В душе не... Но факт! Вот, поистука, реалистичный онлайн-шутер. Ладно, какая нам разница? Повышает и повышает. Нам-то от этого только хорошо. Думаю, что в определенных ситуациях и в определенных позициях это свойство может дать нереальный буст к нагибу. Ну и, конечно же, два прицела. Один из этих прицелов имеет свойство подсвечивать цели. И, кстати, иногда работает как-то багано, потому что подсвечивает цели, которые находятся в дыму. Мдааа! Но я думаю, что это рано или поздно пофиксит. Так и еще один баг, но про который я, пожалуй, говорить не буду. Недостатком данного прицела, пожалуй, является кратность 6. Охренеть просто! До варкфейса физически нет таких дистанций, где нужна кратность 6. Я до сих пор не могу понять, почему бы вообще не сделать быстрый 4-х кратник. Это, по-моему, был самый любимый снайперами прицел за всю историю варкфейса. Который в свое время пофиксили и люди, прямо скажем, были совсем недовольны. А шестерка, мне кажется, друзья, в нашей игре вообще не нужна. Да и игроки с очень низкой сенсой вряд ли это заценят. Впрочем, не думаю, что они будут его вообще использовать по той простой причине, что прицел этот, ну, как-то не очень приятно открывается и, по-моему, медленно достаточно зумится. Хотя, вроде и ничего так бодренько. Но пытался я с ним играть, вообще не зашло, и как-то я себя чувствовал не в своей тарелке. И вообще, как бы, да, клешник. Дед на авике. Да, ты прав. А вот второй прицел, это быстрый 5-кратник. И вы знаете, с ним играется. Прямо бодренько, прямо газнотелло. Ноги пойдёт шикарнейший. Прицел открывается красиво, чётко. Знаете, что-то вот типа зимнего чейтака или Макмилана, но на минималках. И скажу вам честно, играть намного приятнее, нежели с той же АВП. Ваншотик-то это чудо, хоть нормально? С ваншотом, капитан, очевидно, здесь всё отлично. Ваншотик-то это пушка, всё и вся и практически везде. Но есть маленькое но. Это, ребятки, полуавтомат. Поэтому нокдауна здесь как такового быть не может. Вы скажете, ну какой нокдаун, Рокутайен? Ведь эта пушка, как ты сказал, ваншотит всё и вся. Да, всё и вся. Ну, кроме случаев, когда вы стреляете через определённые материалы. То есть через препятствия. В Варфейсе у нас механика такая. Когда снаряд, пуля проходит сквозь какой-то материал, она теряет часть своего урона. В итоге будут, ребятки, вот такие ситуации. Смотрите. Явление-то, конечно, не часто. И на том же РМе вряд ли, друзья, вы вообще с этим будете сталкиваться. Это будут единичные случаи. Но, тем не менее, это стоит учитывать. Особенно, если вы знаете и любите какие-то особые прострелы. Есть, кстати, друзья, у этой пушки ещё один недостаток. А именно система ПАГИ угадай, когда надо нажимать на кнопку. Если вы будете играть в РМе, особенно соло, особенно без голосового чата, всё будет великолепно. Вы будете слышать специфический звук этой пушки. Ещё одно ноу-хау от наших Абовусов. И ориентируясь по этому звуку, вы будете нажимать на левую кнопку мыши, и пуля будет вылетать. Да, у этой пушки такая система. Когда можно стрелять, звучит такой звук специфический. В общем-то, не мешает, даже приятный. А в шестикратном прицеле есть ещё слева индикатор специальный, который загорается зелёным. Но проблема в том, что, как я уже сказал, пятикратник быстрый здесь намного шустрее, приятнее, интереснее, нежели шестикратник. И поэтому играть вы, наверное, большинство будете с ним. И если дело не происходит в тех условиях, которые я, собственно говоря, обозначил, нет звука, тиммейты не орут и так далее. Особенно вы будете играть в тиммейты орут ТС, сука, справа зашли, там зига-хуй-зига, паника-хуяника. То этот звук вы, друзья, банально не услышите. И, конечно, да, со временем вы привыкнете к темпу этой пушки, и ошибок практически не будет. Но первое время, однозначно, у вас будет то же самое, что происходило у меня. Убиваю одного противника, прыгаю, открываю прицел, нажимаю, сука, не угадал. Оказывается, пуля ещё не дозвалась, и, извините меня, сосамба. Это тоже стоит учитывать, как и ситуацию с прострелами. Впрочем, переживать не надо. Я думаю, что оба этих гоминуса минорны. Ну чё, дед на амите, давай своё оценочное мнение. АВП лучше, или всё-таки этот новый агрегат? По моему вот субъективному мнению, капитан Очевидность, да, эта пушка лучше, чем АВП. С другой стороны, одинаковый темп стрельбы, плюс-минус, наверное, одинаковый зум. Всё плюс-минус то же самое. Просто с Барретом как-то приятнее играть. Анимация, вот как открывается пристрел, может быть, чуть-чуть он и получше. Но я думаю, что большинству снайперов, вот прямо жёсткой необходимости, типа вот, не выбил ты себе новый Баррет, а бегаешь с той самой АВП, типа сосамба. Нет, такого, друзья, точно не будет. Не настолько Баррет лучше, чем АВП. Если честно, по-моему, они плюс-минус одинаковые. Понял. А про обрез что скажешь? Лупарочка? Ну, лупарочка сразу скажу. Тебе, Кэпбан, друзья, скажу. Пушка чисто для снайпера. Всё. Вот моё мнение именно такое. Это не рыба, это не мясо, это лупара дяди Тараса. Нет, в общем-то, вы можете из-за любой класса использовать, потому что вот так, если подумать, какие у нас сегодня есть пистолеты. У нас есть Макаров. Да, хороший пистолет, но, блин, от бедра он говно с нормальными модами. И стрелять только в прицеле, и как бы, ну, вроде и ничего, но если бы, например, Теб-9 сейчас был бы актуален, то все бы использовали, наверное, большинство его. Матёба. Ну, понтов много, но когда противник сильный, с матёбой ты тоже сосать будешь только так. ВП, который я использую чаще всего. Неплохо, но у него отдача такая, что, блин, даже при ваншоте в голову попробуй в эту голову ещё попади, если первой пули не получилось. Вот и получается, что, в принципе, лупары имеют право на жизнь. Что-то ты сегодня в своих оценках очень скромен. Тут ребята подговаривают, что это новый Таурус. Нет, капитан, очевидность, это не Таурус. Да, друзья, многие заговорили, что это новый Таурус, но извините меня, у Тауруса сколько там было? Пять патронов в магазине, и каждый мог ваншотить. С лупарой, запомните, во-первых, она ваншотит только в очень каких-то узких пространствах, при том, что у вас залетит вся дробь на очень малой дистанции. На какой-то дистанции инженера, где Таурус в свои времена, когда была та броня, что-то еще мог показать, лупара не может, потому что два выстрела не убьют противника, а третий у вас попросту нет, а перезарядка на ней долгая. Вот и выходит, что лупара это пушка чисто для снайпера, когда все, оружие второго последнего шанса. Когда выбора нет, вот он противник, ты достаешь, и, может быть, тебе повезет. Или надо выскочить, допустим, на медика в упоре, где-то на пленту единицы, на Д-17. И то ситуация будет очень спорная, потому что, ну, если вы вообще почти в упор к нему вылетите, тогда вы медика убьете ваншотом. Если нет, ну, извините меня, лупара это не Бенелли. Блин, если так подумать, легче кота наебать. Ладно, спрошу попроще, брать стоит? Лупару кеп, ну, можно взять, ну, по той цене, которая она сейчас там вывиньте. Не, ребят, я не знаю, но если вы будете донатить, то не стоит. Если вам нравится легкая добыча, и вы играете именно снайпером прежде всего, наберете этих монеток, накопите, вот, можете использовать, очень-очень неплохая штука. Но сказать, что прямо такая вот, как Тауру в своё время, нет, нет, и ещё раз, нет. Просто нормальная пушка. Моё мнение, только для снайпера, и больше ни для кого. Вот так, друзья, а так вот Рокутаги наценивает новиночки. Ну, как новиночки, сейчас уже на ПТС другие новиночки. Я побежал, соответственно, тестировать их. Ну, а вам желаю приятного дня, счастья, здоровья, любви, экономии ваших средств. Я надеюсь, что данное видео было для вас полезным. Снайперам, собственно говоря, неплохие товары повезли. Оба необязательные к приобретению, но, как бы, заслуживающие в какой-то степени. Внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова